Приветствую вас. По моему мнению, лучше всего будет отправить либо смс, либо текст на почтовый ящик, если у клиентов он активен, но на самом деле лучшая смс, конечно. В смс можно написать примерно следующую фразу, значит, бывшая администрация салона красоты ушла или передала право владения новым людям, которые теперь приглашают клиентов посетить обновленное заведение «Ромашка». В этой фразе вы как бы органично вплетаете и наименование старое, и тем самым наименование новое. Следующий вариант, который я вам могу предложить, это такой. Вас приветствует администрация салона «Ромашка», скобочков, бывшая мечта Вика или Вика. И так дальше по тексту, то есть написать, что вас приветствует администрация салона «Ромашка», бывшая мечта и Вика. И ставим вас в ответ, что мы произвели существенное обновление услуг ассортимента и обслуживания. И будем рады видеть вас в качестве, например, тестеров наших улучшений. Ждем вашего визита по адресу там вот такой-то, такой-то, такой-то. Вот, в принципе, то, что вам можно сказать. Краткий текст, краткий и содержательный текст. Лично я думаю, что не надо, безусловно, говорить о том, что кто-то был плохим, кто-то был хорошим. Это не нужно просто сказать, что вас приветствует администрация вот такого-то салона, бывшего там то-то, то-то, то-то. Мы произвели там существенное улучшение, обновление наших услуг, да, и так далее. То есть тем самым вы избавляете клиента от возможных мыслей по поводу того, кто куда пришел, кто кого сменил и так далее. С другой стороны, вы даете им понять, что тот негативный опыт, который у них был, вы учли и больше его не повторите. То есть именно в силу того, что произошло обновление наших ассортимента услуг и обслуживания. Я думаю, что звонить не стоит, потому что действительно в банке вам придется объяснять слишком много, это время. Кроме того, клиент всегда может положить трубку, если он услышит, кто вы. А в смс-ке же он просто прочтет информацию и начав читать, он куда большей долей вероятности ее прочитает и тем самым будет иметь в виду. Поэтому я думаю, что смс это лучше всего, текст я вам привел. То есть обязательно нужно вот завлечь людей и сказать, что будем рады видеть вас там в качестве людей, в качестве тестеров наших улучшений. Или в качестве испытателей наших улучшений. Вот. То есть тут же, как вам будет лучше, как вам будет угодно. Я думаю, что так можно вам сделать. Такой ответ можно вам дать. Собственно говоря, значит, первое вы пишите, я не знаю клиентами какого из названий были все эти люди. Значит, не знаете каким способом с ними связаться. Ну, в принципе, я вам на это отвечу. Если позвонить, ну, короче, в общем, вы здесь пишите, как восстановить репутацию. Ну, вот, пожалуй, я вам ответил действительно в своем сообщении на то, как мне видится текст этой смс. Я думаю, что это резко, четко, понятно, лаконично и информативно, что самое главное. Потому что клиенты не очень любят, когда их прямо вот, знаете, загружают информацию и прямо перегружают. Им кажется, что их оболонивают специально. И из-за этого возникает информация. То есть из-за этого возникает отрицательная реакция, отрицательное поведение. Если подойти к проблеме вот так, то, мне кажется, все будет просто идеально. Ну, единственное что, может быть, какие-то формы, какие-то именно слова вы можете заменить. Может быть, вам они не понравятся. Но именно вот сама структура, сам каркас сообщения, он должен быть таким. Сейчас у всех достаточно большие телефоны, да, то есть широкие экраны у них. И если смс придет, то, как бы, они сразу ее прочитают. Обязательно озаботьтесь о заголовком смс, где вы можете написать, например, от администрации, там, ромашки, бывшая, значит, мечта Вика. Чтобы клиенты прямо увидели, от кого им прислали смс. Можете написать от обновленной администрации со стороны красоты. Чтобы клиенты увидели, что состав тех людей, с которыми они работали, изменился. Здесь решать вам, но, пожалуй, от заголовка зависит на самом деле очень много. Вот. Ну, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, желаю вам всего доброго и удачи. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...